Особое детство – центр семейного типа. Здесь дети занимаются вместе с родителями и даже со здоровыми братьями и сёстрами. Именно в такой обстановке социализация особых ребят проходит намного продуктивнее. Занятия здесь нашли и сами мамы, которые в силу обстоятельств лишены возможности работать. Многие из них прошли переобучение, получили очередное высшее образование, стали психологами-логопедами. Кто-то освоил гончарное дело. И теперь в роли волонтёров мамы занимаются со всеми воспитанниками инклюзивного центра. Наталья Артёменко тоже мама особого ребёнка. Ради него и стала дефектологом. Теперь помогает развивать друзей своего ребёнка. Очень хорошо, что всё на безвозмездной основе. Многие родители не имеют возможности обучать детей, ходить к платным специалистам. А здесь всё-таки даётся то, чего многие не могут себе позволить. Помещение общественной организации «Инклюзия Сочи» по поручению главы курорта Анатолия Пахомова выделил муниципалитет. И теперь у юных сочинцев с ограниченными возможностями здоровья есть свой дом. Смуфельной печью, спортзалом, сенсорной комнатой. Чтобы добиться разностороннего развития и комплексной помощи, с детьми не только танцуют и рисуют, но и готовят. Бытовым умением здесь обучают не ради развлечения. Навыки самообслуживания жизненно необходимы дауну и аутисту. Но и благодаря творчеству ребята вышли из изоляции и даже получили возможность выйти на сцену. Мы шьём, вышиваем, плетём, рисуем, лепим. Причём используем максимально всё, что можно использовать в работе, как раз для развития мелкой моторики. И все крупы, которые есть, и весь материал, который можно пустить в работу, разрезать, склеить, что-то из него сделать, сшить игрушку. То есть всё это мы тоже используем. И как раз это нам даёт возможность участвовать в тех конкурсах, которые проходят в нашем городе. Один из которых мы все знаем – Лига женщин Моздобра – это хрустальный петушок. Наши дети завоёвывали призы и были номинантами. Главное, чего удалось добиться за полтора года работы – воспитанники особого детства почувствовали себя полноценными членами общества, отмечают специалисты. Да и сами дети уже определились, ради чего они ежедневно приходят в свой второй дом. Чтобы я танцевал, играл. У меня есть друзья. Мы здесь. Хорошо. Вот, смотри. Скоро ребята освоят ещё один навык и вместе с наставниками будут создавать мультипликационные фильмы. Особые дети не всегда воспринимают речь, больше ориентируются на визуальные подсказки. Поэтому научить и даже предостеречь детей с ограниченными возможностями здоровья здесь планируют в том числе и с помощью социальных историй в виде анимации. Особенные дети на нашей планете в ожидании чуда живут, словно ангелы без крыльев. На этом реализация социальных проектов в Сочи не заканчивается. Мэр города поставил задачу в ближайшее время открыть в городе ещё два бесплатных центра. Один для детей с ДЦП, а второй – «Белая роза» для диагностики женского здоровья.